Военная обстановка в Сирии 26 февраля 2018 года 25 февраля сирийская армия и ее союзники начали наземную часть операции против боевиков в расположенном возле Дамаска регионе Восточная Гута. С момента начала операции правительственные войска освободили населенные пункты Нашабия, Хазрама, Тальфарзат и Салихия, а также отразили атаку Хаят Тахри Рашам, бывшая Джабхатан Нусра, в северной части Котла. В ходе недавних боев боевиками был уничтожен один бронированный бульдозер, а также по их заявлениям убито 25 бойцов правительственных сил. В случае, если сирийская армия намерена занять весь регион Восточная Гута, ее основными оппонентами будут группировки Хаят Тахри Рашам, Ахра Рашам, Филя Каррахман и Джеш Алислам. 24 февраля Совбез ООН одобрил резолюцию, цель которой установить всеобщий режим прекращения огня на всей территории Сирии. Однако под действие режима прекращения огня не подпадают ИГИЛ, Хаят Тахри Рашам и другие группировки террористов. Несмотря на это, крупные СМИ уже начали муссировать идею о том, что операции сирийской армии против Хаят Тахри Рашам в регионе Восточная Гута нарушают данную резолюцию. На юге города Дамаска ИГИЛ атаковал оппозиции Хаят Тахри Рашам в западной части лагеря беженцев Ермук. Группировка террористов, скорее всего, предпримет попытку воспользоваться возросшими боестолкновениями в пригороде Дамаска для того, чтобы расширить свое влияние на юге города. Между тем, на севере Сирии вооруженные силы Турции и свободной сирийской армии отбили свыше 8 деревень, расширив тем самым контроль над территориями, расположенными к северу и северо-западу от города Африн. Согласно протурецким источникам, за последнее время вооруженными силами Турции и свободной сирийской армии было нейтрализовано свыше 50 членов курдских отрядов народной самообороны Вайпиджи. В свою очередь, источники, лояльные курдам, заявили о том, что бойцами Вайпиджи было убито свыше 35 турецких солдат и боевиков свободной сирийской армии. Ограниченная переброска правительственных сил в кантон Африн не смогла остановить проведение Турции операций против Вайпиджи. Если Дамаск и Вайпиджи действительно хотят ограничить экспансию Турции на данной территории, то им необходимо будет заключить гораздо более глобальное соглашение по Африну. С другой стороны, Анкара считает Вайпиджи террористической группировкой и заявляет о том, что любая сторона, помогающая Вайпиджи, будет считаться турецкой армией в качестве объекта для нападения. Продолжение следует...